МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио компании Гомелю, студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. Памятка по дорожнику Державный мытный комитет сегодня провел информации на тлумачальную акцию у пунктах пропуску. Мир – высшая каштоуность. В Национальной библиотеке Беларуси отбылось урочистое мероприемство, просвеченное святкованию Международного дня миру. Доступная финансовая сяродзе для особливых клиентов. В Гомере провели тренинг для инвалидов по зроку. Концерт под открытым небом. Областная филармония рыхтуется открыть новый сезон. А зараза об этом иншим больше подробясна. Державный мытный комитет Республики Беларусь сегодня провел информацию на тлумачальную акцию. Ее задача – ознайомление грамадян с базовыми нормами мытного законодавства. С выниками проведенных о пытанне ознайомился Олег Синсерову. Если количество ввозимого вами товара превышает установленные законодательством нормы, по какому коридору необходимо следовать? Желтому, зеленому, синему или красному? Красному. Красному. Да, да, да. В акуле автомобилисты чекают у Чарзе инспекторы комитетной мытни, допомагают им запомнить специальные анкеты. У тебя опять пытанне, а ли правильно отказать и на усе, отремляются не за все. Сами мытники кажут, что докладно беларуское законодавство ведают только профессионалы, а ли ознайомиться с некими базовыми нормами не под на усим. Неколи это может допомогать не трапить улик порушальников. Что спробует незаконно перевести просмытную границу, старожитные иконы, годинники, узнагороды, плюс продукты харчевания, косметику, валюту, все равно больше буйных затриманий, 150 тысяч долларов. Тяжко выявить, что человек не ведал обходности декларования такой суммы. У летний период просмытный пост Нового года, что день проходило до тысячи легковых автомобилей и коля 150 туристичных автобусов, при такой нагрузке на кожного сопротивника, лучше попередить мягчимое порушение, чем потом протягивать час разбираться с порушальниками проведения информационно-отломачальной акций, дозволить людям лепш ориентываться у особливостей законодавства, при тым, что некоторые его положения постоянно изменяются, вот по ведности с нормами Европейского экономического союза до конца этого года для особистого корыстания можно увозить товары на 1500 евро, але уже в наступном годе и она знизится на треть, а с початку 2021-го товары огольным коштам больше 500 евро празграницу не пропустить, неприемным открытием для некоторых становится и уведенная с летами нового года норма нового спродуктов харчевания. 5 килограммов на человека, остальные придется выкинуть. У физического лица есть возможность либо вывезти обратно за пределы территории, либо установлен в рамках проводимого сейчас эксперимента отдельно контейнер для выброса вот этой продукции, которая не подлежит пропуску. У Омской в области информационно-отломачальная акция прошла на двух пунктах мытного оформления – новая гота и новая рудня. Теперь у державном мытном комитете опрацовить даденный анкет и сделать выводы, что если у дельников акции, то у них застанутся памятки по дорожнику за информацией об том, что необходимо обоисково ведать при пересечении границы. Национальная библиотека «Неповосинский теплый день» и самые талиновитые юные поэты у Минску подвяли выники проведенного Белорусским фондом «Миру» республиканского поэтышного конкурса «Счастье! Жить в мирной краине» и презентовали поэтышный сборник злепших вершал «Дети за мир». Свято промерковали до Международного дня «Миру», який означает с 21 вересня. Специальный репортаж зурочистостей подрихтовала Марина Джалая. Два года тому Белорусский фонд «Миру» выдал сборник, написанных детьми эссе. Все лето вышел поэтышный. На первом этапе это были тысячи вершал. Ауторы споборничали зимы на районном и областном этапах конкурсу «Счастье! Жить в мирной краине». У вынику на сторонке сборника «Дети за мир» трапили творы больше 150 юных поэтов, выглякая повагу и то, что 70% вершал складены по-белорусску. «Привить любовь к родине – дело непростое. Надо знать, как это делать. Ведь когда речь заходит о патриотизме, мы очень часто, работая в рамках фонда мира, выработали, наверное, свою методику и очень часто делимся ей. В первую очередь патриотизм должен попасть в ребенка как чувство, потом трансформироваться в идею и только потом реализоваться в действии. И вот те мероприятия, те конкурсы, которые проводит Белорусский фонд мира, мы направленно делаем, чтобы во главе всего стояли чувства, чтобы ребенок мог прочувствовать, чтобы где-то всплакнул, чтобы, может, всей семьей обсудили эту тему. Вот тогда действительно эта тема более широко, серьезно раскрывается, и тогда можно говорить об идее. Тогда все работает». Веншовать переможцу на сцену национальной библиотеки выходили представники министерств, громадских и религийных объединений. Они не только выказывали свое меркование на конт дитячей поэзии и уручали подарунки юным творцам. Кожный из них напередодни ознайомился со сборником вершил и обрал для себя один, который сподобался «Божь за все». И продекламовал его перед глядацкой залой. Широ кажучи, утраматься от слез, которые наполняли воши от крональных и таких не по-дитяшему дорослых вершил, было немахчимо. «Потребность единения, потребность в мире через именно детские души, через детскую дипломатию – это очень важно. Особенно сейчас, в наше такое время, когда через души детей нужно проникнуться, что мир – это главное сейчас на планете». Детящие души ширые, открытые, у них треба поспеть укласть только светлые почутки, веру в людей и жадание заховывать и подтримливать мир для себя, своей семьи и своей родимы. Такие серьезные слова и сформированная позиция детей – заслуга их батьков и наставников, а так само – уделы в мероприемствах, которые нестомно проводят Гомельско-областное отделение Белорусского фонда мира. «Молодежь – это будущее. И вот от того, как мы их сегодня воспитаем, им будет зависеть дальнейшая их судьба и всех нас. Поэтому мы очень много проводим мероприятий именно с молодежью. Это и международные лагеря дружбы, это мы их берем и в марши мира, и на всякие-всякие конкурсы. И мы видим, что в этом плане еще надо еще более расширить. И особенно расширить связи с нашими друзьями, вот и с Россией, и с Украиной». Подчас урочистости со сцены прогучала Прапанова надать поэтичному конкурсу интернациональный статус и сделать белорусско-российским. Бо идеи мира у нас с россиянами одиние. А дети-пераможцы могли бы бачить у таким выпадку не только славутости своей столицы, а и российской. «Заправды, а что ж такое счастье? Гэта и здоровье, и богатце, родные и любящие люди, коли солнце зять в небе будет. Смерть детей, спеть в душах на заранце. Жить в мире – вот что значит счастье». Принеджала Андрей Иванов, телерадио-компания «Гомель» из Минска. Сегодня урачи Гомельской областной больницы с позаплановым визитом наведали Лоевскую ЦРБ. В зимку специалисты приезжали в район, однако несприяльные умовы на двор не дозволили всем жадающим прийти на прием. Другие селетние выезды трымался больше выниковым. До гомельских медиков звернулося 136 жихаров Лоевского района. С подробностями Евгения Кухаронак. На Лоевшине проживает свыше 11 700 человек. Городжан на полторы тысячи больше за жихаров сельской местности. Люди сталого взросу не процесс дольные, складаются 32,5% насельства района. Узровень народжальности тут пыльный час застается неизменным, а восьмяродность за последние два года значно снизилась. На приконце 2015 года у Лоеве открыли новый будинок районной больницы и умоцевали ею материально-техническую базу. Два года уже живем в новом корпусе, у нас построился новый лечебный корпус. Последние два года у нас улучшилась кадровая ситуация. В прошлом году к нам пришло 15 молодых специалистов, в этом году к нам приехало 7 молодых специалистов. У нас появились новые возможности для наших хирургов, для наших анестезиологов, новое оборудование. В связи с этим у нас увеличилась немножко и оперативная активность. Сегодня же Хариловского района на базе Мясцовой ЦРБ могут пройти уседые гностичные доследования за выключением КТ и МРТ. Штат супрационников укомплектованы полностью, на одного участкового врача приходится 1265 человек. Звернуться можно до любого специалиста. Новый рентген-кабинет обсталеванный сучасной лечебной техникой. Есть аппарат, который позволяет проводить рентгеноскопию. Тут працует молодой специалист Ганна Киселева. У ЛОЮ она приехала полтора месяца назад, сразу после годовой интернатуры в Гомельской областной больнице. Приняли очень хорошо. Условия для работы молодого специалиста, скажем так, прекрасные, потому что все новое рентген-оборудование. Естественно, большая нагрузка, потому что я один только врач-рентгенолог в данной больнице. Ну и, конечно, большой опыт приобретаешь, работая здесь. Планово-консультативные выезды гомельских специалистов на районы достатково давно укоранились в практику. С года в год колькость таких визитов расте, меняется состав бригады. У Лоевский район завитало одразу 10 урачов. Мы привлекаем к плановым выездам сотрудников Гомельского государственного медицинского университета, чтобы они подсказали со своей стороны какие-то болевые точки в организации медицинской помощи. Обязательно участвуют в плановых выездах главные внештатные специалисты управления здравоохранения по своим профилям. Мы привлекаем к работе наших ведущих хирургов для показательных операций на местах и специалистов в данном случае ультразвуковой диагностики для того, чтобы организовать мастер-классы для специалистов районного звена в проведении диагностических процедур, в освоении новых методик специалистов именно на местах. Ранее график выездов складали одразу на квартал. Сегодня он корректируется что месяц на зуликом мониторингу демографичной обстановки и пропагану администрации районных больниц. Увага надается консультациям пациентов, которым потребуется плановая допомога, а так само тем, кому тяжко добраться до областного центра. Для таких визитов же горы району ставятся поважливо, шануюсь каждую хвилину и дякуюсь за приезд. У свою чергу и урачи стараются. Максим Сушкин – уродженец Слоева. У медицины пошел по батьковских следах, а брал ультрагуковую диагностику. И сегодня на выезд он проводит майстер-классы по доследованию сердца и сосудов. Батьков в этот час на операции погрыжа сеченни. Ну так, по УЗИ ничего страшного нету. Был вот единственный протез метрального клапана, механический протез. А так, в принципе, по сердцам все относительно возрастной нормы. По сосудам тоже обращаются, что раньше писали закупорку сосудов, то есть тромбоз, тоже никакой патологии не было выявлено. Допомога областных урачов на районном УЗРОВНИ не обмежевывается такими коллективными выездами на место. Працевая детство весь год. Гомельские медики выезжают по экстренных выкликах у тимлику с пересовным обсталяванием. В регионе доброе наладжено сопротивление в сфере телемедицинского консультования. Специалисты из района проходят стажировку на базе областной клинической больницы. Только за пошли по годам. Такое практичное навучение прошло свыше 100 урачов. Евгений Кухаронак, Павел Антонов, телерадио-компания Гомель, Злоевского района. Финансовая письменность безмежа у Гомеля сёння стартовал трехдённый семинар-тренинг для инвалидов по зроку. Его мета – навучить людей с проблемами зроку распроджаться своими финансами с допомогой мобильных прилад. Проект стартовал в червене. Его инициатор – столичный центр поспехового человека. Идею подтримали белорусское творство инвалидов по зроку, Министерство працы и социальной обороны, Национальный банк и коммерцийные банки. Подобные семинары-тренинги прошли в Минску, Витебску, Бресте и Гродне. У Гомеля удельниками стали около 20 человек, которые имеют проблемы со зроком. Аппараты, у кого есть смартфоны на той или иной системе, они доступны для работы незрячих людей. В каждом из этих программных продуктов есть специальные возможности, которые позволяют то, что зрячие люди видят, то незрячий человек это всё слышит либо используя тактильный дисплей, что крайне редко на сегодняшний день может через тактильные ощущения получить информацию и, соответственно, управлять этими всеми процессами. Когда вот всё это покажут, расскажут, как пользоваться этим, даже посредством мобильного приложения, это же просто. Достал телефон, отключился к Wi-Fi точке прямо у себя дома или где угодно и уже совершил необходимые валютные какие-нибудь операции. Что-то оплатил, что-то там снял, что-то перевёл и так далее. Это повышает удобство и комфорт нашей жизни. Непье Лекау радуется каждому дню и вельми любит своих детей, внуков и правнуков. Жихарка Гомельского района молодчей два годы, старейшему 27. Тому именинница Худка может стать пра-пра-бабулей. Дятей она вельми любит, причем не только своих, бо о малю всё жице отпрацевала наставницей, была директором школы. На чёрно-белых здымках, яке я разглядаю разом с молодшей дочкой Ниной, узгадывая себе, сябро, коллег и близких, памятая усё своё жице и кожного вучня. С ними встречаюсь, кроме благодарности и пожелания хорошего, я им не хочу, и они мне тоже. Усяго у Гомельской области 100-годовый житёвый рубеж перосягнули 58 человек, 54 жанчин и четверо мужчин. Старейшая жихарка нашего региона живя в Жлобине, ёй 108 годов. На переддень открытия нового концертного сезона Гомельская областная филармония почала проведение промо-акции. На протягу тыдня на открытой летней сцене у сквера и мя храмыки выступят вядомые артисты установы. В новом 52-м концертном сезоне филармония мае намер реализовать в шарах новых проектов. Утымлику с уделом замежных артистов. При этом для организации концертов плануется заденичать практически усе основные гомельские пляцовки. Залы Громадско-культурного центра, Палаца культуры чагуночников, коледжия Мясо-Коловского. Открытие нового концертного сезона призначено на першого кострычника, але его неофицийным початком можно лечить промо-акцию, якую областная филармония проводить на летней сцене сквера и мя храмыки. Сёння перед глядачами выступил эстрадный симфоничный оркестр. При наявности доброго надворья в дальнейшем раскладе концерты с уделом ведущих артистов. У приватности 25-го вересня на сцену выйдут народные артистка Беларуси Халина Паулянок и камерный хор под кировництвом заслуженного дейшек культуры Беларуси Олены Соколовой. Завершится акция у наступных концертам вокально-инструментальных ансамбля славянской песни. В преддверии праздника Гомельская филармония проводит в скверике имени Громыка предварительную такую акцию, которая бы могла дать вам возможность познакомиться или вспомнить своих любимых артистов, послушать музыку, побыть в этом прекрасном сквере, окунуться в прекрасное. И хочется, чтобы вот это преддверие, которое будет сейчас, вот вы придете сюда на концерты вечерами, понимаете, чтобы оно оставило вас след и вам хотелось приходить на концерты артистов Гомельской областной филармонии, а также и гастролеров. Впереди ждут такие проекты, как Сергей Поспелов, знаменитый скрипач и дирижер из Москвы с нашим камерным оркестром, а также тенора из Израиля, Украины и России, проекте Нарисима, совсем другая опера. Вместе совместный проект с нашим оркестром эстрадно-симфоническим имени Юрия Василевского. Также будет проект впереди Шмат, Валерий Шмат, с камерным хором областной филармонии. Это, а также и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь 4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми вместе с оперативниками советского РОВД были задержаны два жителя областного центра. 45-летний индивидуальный предприниматель и его 41-летний друг перевозили в машине почти полтора килограмма невысушенные марихуаны. Для силового захвата были задействованы сотрудники отряда милиции особого назначения УВД. Возле одного из домов по улице Мельчанской, где и проживал один из задержанных, автомобиль нарушителей был блокирован и произведено их задержание. Сразу найти наркосодержащее зелье милиционерам не удалось. Пакет с травкой спрятали под капот автомобиля «Жигули». Согласно выводам проведенной экспертизы, представленное вещество являлось опасным наркотическим средством – марихуана. В 2015-м один из задержанных уже был осужден на 3 года лишения свободы со срочкой приговора на 2 года за хранение наркотиков. Однако от соблазна не удержался. Гомельским городским отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело. Ребенок пострадал из-за беспечности и несоблюдения правил дорожного движения. В Мозырскую городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями поступил трехмесячный малыш. В ходе разбирательства было установлено, что отец мальчика, 37-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz и двигаясь по улице Рыжкова в Мозыре, при подъезде к пешеходному переходу совершил резкое торможение, из-за чего находившийся на переднем сидении в люльке ребенок выпал на пол автомобиля. Медики сейчас борются за его здоровье. В погоне за мотоциклистом. В Мозыре госавтоинспекторы преследовали байкера, пока тот не попал в ДТП, сообщает телеканал Мозырь. В РОВД поступило сообщение, что на улице шоссейная мотоциклист нарушил правила дорожного движения. Выехавшие по сигналу сотрудники ГАИ на автозаправочной станции обнаружили два мотоцикла, один из которых был без регистрационных знаков. В то время как один из парней стал предъявлять свои документы, второй сел за руль мотоцикла и попытался скрыться. Началось преследование, во время которого водитель совершил семь административных правонарушений и к тому же попал в ДТП. За прошедшие сутки на территории Гомельской области было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых также пострадали люди. В Речице 34-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия» и двигаясь по улице Набережная, совершил столкновение с мопедом. Водитель автомобиля «Шкода Октавия» при осуществлении поворота налево не предоставил преимущества движению мопеду и совершил с ним столкновение. В результате происшествия водитель мопеда получился ясное повреждение и был госпитализирован. В Гомельском районе 70-летний водитель, управляя мотоблоком и двигаясь по автодороге со стороны поселка Чонки, при осуществлении поворота в сторону поселка Поляна, не справился с управлением и перевернулся. В результате происшествия водитель получил закрытый перелом ноги и родственниками был доставлен в областную клиническую больницу. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Жлобинский металлург потерпел очередное поражение в рамках чемпионата Беларуси по хоккею в экстралигии. Черную полосу Столиваров продлили хоккеисты Лиды. Игра получилась крайне насыщенной на события. Команды обменялись тремя забитыми шайбами в основное время, но в самом начале овертайма жлобинская команда пропустила. Итог – 3-4. А вот Гомель смог реабилитироваться за предыдущие неудачи. Причем обыгран никто иной, как участник Лиги чемпионов – Гродненский Неман. В начале игры соперники присматривались друг к другу. Рысе провели несколько атак, но безрезультатно. И все же брешь в обороне была найдена на 13-й минуте. Николай Сусло после передачи Ильи Летова вовремя сориентировался на добивании и сумел переиграть вратаря гостей. Ждать новых результативных действий от игроков зрителям пришлось до середины третьего периода. Неман стал активно наседать на ворота Алексея Мерзлова, пропустив при этом быструю контратаку. Евгений Соломонов увеличил преимущество гомельчан. А спустя 52 секунды Александр Жибких установил окончательный счет. 3-0 – уверенная победа хозяев. Следующий домашний матч игроки Гомеля проведут завтра с Лидой. В Гомеле сегодня стартовали областные соревнования по вольной борьбе. В них принимают участие спортсмены 2001-2003 годов рождения. Представительство очень серьезное. Собраны лучшие атлеты из всего региона. 130 ребят оспорят победу в 10 весовых категориях. Поединки проходят по 2 минуты. Уровень участников, как отмечают организаторы, достаточно высокий. Многие уже являются победителями не только республиканских, но и международных баталий, что уже само по себе подчеркивает статус областных соревнований. Отдельные схватки будут хорошие. В основном ребята, которые уже задействованы учебой и тренерским процессом в училище Олимпийского резерва. Потому что все сильнейшие, в общем-то, там. Это когда младшие юноши, да, там еще представительство детской спортивной школы. А здесь, как правило, уже лучшие все в училище. Поэтому основная борьба будет между ребятами, которые обучаются в училище Олимпийского резерва. Сегодня прошли отборочные бои. Завтра состоятся финальные. Лучшие представят регион на республиканских баталиях, которые пройдут 4-6 октября в Минске. Будут сформированы две команды – юноши и девушек. В составе каждой по 10 человек. В Польше завершился Кубок Варшавы 2018 по тайквондо. В соревнованиях приняло участие более 1500 спортсменов. Представители области продемонстрировали высокий уровень и смогли не раз взойти на пьедестал почета. Бронзовые награды завоевали Кирилл Дударев и Даниил Юрков. В пятницу состоится Суперкубок Республики Беларусь по волейболу среди мужских команд. За трофей поспорит «Шахтер» и «Строитель». Игра пройдет в спорткомплексе «Локомотив». Начало в 19.00. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». Музыка Музыка